Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Сегодня кто-то мне написал комментарий под старым видео, видео 22 марта 22 года. Представляете? Видео было посвящено Киеву, и именно в том раскладе появились первые оптимистичные такие нотки какие-то, знаете? Видите, именно карты о том, что от Киева не просто отгонят российские войска, российскую армию, но и будет уже наступление, контрнаступление, освобождение территории, о том, что Киев продолжает жить. Жил, жив и будет жить, да, а за три дня они могут только сходить по-большому, да. Мои хорошие, в общем, такая история. Как-то так, знаете, не навеял этот расклад, опять вот это настроение, в котором тогда все пребывали, опять этот вопрос, знаете, жизни и смерти, вот так вот все встало передо мной. Я себя снова почувствовала в этой энергии начала войны, весна 22 года, весна 22 года. Под этим настроением я прям вот захотела, я встала вот так, вот здесь лежала на диванчике, читала интернет, да, просматривала ваши сообщения, и я просто встала, сажусь за стол и думаю, мне сейчас нужно снова, мне нужно сделать расклад. Расклад, я делаю расклад, продолжение войны, течение войны, как сейчас будет продолжаться война, и насколько мы на сегодня уже близки к ее окончанию. Просто, знаете, это абсолютно вот такой эмоциональный расклад на потребности души. Очень интересный расклад, очень интересный, он большой, потому что события, вот знаете, так карта, карта за картой рассказывают об очередности событий каких-то. Я довела эти все события очень логично до итога, все-таки. И прямо абсолютно как-то естественно стало понятно, где именно в этом раскладе нужно ставить точку. Готовы? Не знаю, здесь еще есть и вторая часть по освобождению занятых территорий, не знаю, все ли будут довольны этим раскладом, но давайте так, я говорю то, что вижу. А как в жизни будет, покажет. Итак, мои хорошие. Первая карта, первая карта на вопрос. Как же продвигается война, насколько близки мы к ее завершению? Первая карта уже указывала, в принципе, указывала на то, что надежда, что мы все-таки движемся к финалу этой войны, как бы там ни было. Надежда. Надежда всегда указывает на то, что нужно верить, мы идем в правильном направлении, все будет хорошо, да, все будет хорошо. Она не говорит, что это завтра, послезавтра. У меня часто спрашивают, Наташа, что это за такая карта надежда, а у вас как бы ее в колоде нет. Конечно, ее нет в колоде, она есть в моей колоде. Это моя собственная карта. Я ее так и называю надежда. Следующая. Рыцарь Пентаклей. Я бы здесь, наверное, группа эти карты показывала. Подвешенные, потому что я считаю, что это одно событие, плюс-минус. Скорее всего, это карты о том, что некие подвешенные какое-то время события, а еще скорее материальные какие-то вещи, возможно, решения, либо оружие, либо решения, связанные с оружием, с атаками, с какими-то, знаете, решения, которые нельзя было раньше принять. Они были подвешены, поскольку не было, опять же, подвешено было оружие, например. То есть то, что раньше было подвешено, вот сейчас, благодаря каким-то поставкам, приходам, каким-то материальным приветам, эти решения, эти атаки будут возможны. Понимаете? Например, где-то что-то мы не могли сделать, украинская армия, потому что были подвешенные вопросы. Сейчас они, по Тузумичей, скорее всего, будут решаться. Подвешенные вопросы, материальные вопросы, которые, решения которых приводят, видите, к какому-то острому, скажем, да, решению движения, новые проекты, новые какие-то идеи, новое движение. Ну, если простым языком, там, где мы не могли двигаться, там, где не было возможности, эти возможности появятся. Вот так. Понимаете? Вот так открываются пути, которые раньше были подвешены. Сейчас же появилась такая возможность. Вот так. Все это на благо Украины сразу. Четверка Жезлов, говорю, однозначно. Все это на благо Украины. Все это будет способствовать появлению некой стабилизации Украины по четверке. Также можно сказать, что восстановление и земли целостности, тоже целостности, в какой-то степени идет восстановление. Но оно, конечно, постепенно, поскольку тут все-таки у нас тут рыцарь, у нас же не прямо сразу Туз Пентакли, да. Но, тем не менее, восстановление какой-то целостности, этот процесс, он запущен, он идет, и он будет продвигаться. Продвигаться он, вероятно, будет все-таки к воде, в сторону воды, как бы там ни было, но это движение идет. Идет эта борьба, идет. И говорить, понимаете, как вот про остановку войны не приходится говорить. Ну, у нас пять жезлов. Это все равно борьба. Борьба за свою целостность, она продолжается. Хорошо, что, вы знаете, я не вижу, чтобы здесь были такие стошнючие какие-то карты. Возможно, это именно мое видение, мне так передается. Но здесь жезлы. Жезлы, это не мечи, как бы там ни было. Я понимаю, что каждый день погибают солдаты и бомбят, и обстрелы. Но карты это передают борьбой за свою целостность. Вот так, вот так высшие силы об этом говорят. Звезда. Еще одна хорошая карта надежды о том, что у всех одно желание. Оно так или иначе исполнится, оно приближается. Возможно, это не такое быстрое, не такое прямо вот молниеносное по звезде. Звезда никогда быстро не исполняет желание. Но мы к нему движемся, ну, неминуемо. И тут нет возможности, чтобы было не так. Вот я вам что скажу. Нет никаких там вариантов, чтобы желание Украины не сбылось. Несомненно оно сбудется. Ну, это несомненно. Звезда взойдет. Несомненно. Для собственного движения у Украины есть все, что нужно. Опять же говорю, Украина получит все, что ей нужно. Все. Вот все, что нужно для собственной борьбы, для наступления, для отстаивания своей целостности. Вот все она получит. Все она будет иметь. Ну, может, можно и больше, чем четверку Пентакли. Но все, что нам нужно, будет в наших руках. И активное движение будет продолжаться. Активное движение. Активное. То есть контрнаступление, оно продолжается. Никуда не останавливается. Оно продолжается. И я бы сказала, возможно, будет еще какой-то новый проект, новое движение. Будут какие-то интересные такие новости. Знаете, возможно, ну, вот, понимаете, как, может быть, новые какие-то идеи по мечу. Вот эти идеи. Потому что появилось какое-то оружие. Возникли, соответственно, новые планы. И эти планы, несомненно, будут воплощаться, превращаться уже в действия. Опять же, по освобождению. По освобождению. По спасению. Да, это еще головная боль. Да, это тяжело. Да, это нужно пережить. Это нужно выстоять. Девять жезлов. Всегда карта непростая. Это тяжелый жизненный опыт. Когда человек через многое проходит. Но он может это сделать. Он может. Дальше, мои хорошие, еще оптимистичнее. Мы имеем солнце, рыцарь, кубков. Скорее всего, в результате активных действий ВСУ, ну, и всех остальных людей, граждан Украины, дипломатов, не знаю, здесь все, кто так или иначе на своем месте борется за свободу Украины, да, за мир в нашей стране. Потому что каждый на своем месте это делает. Каждый. Кто платит налоги, кто волонтерит, кто на войне освобождает Украину, кто в госпиталях лечит раненых, понимаете, кто переливает, дает свою кровь на переливание бойцам. Каждый. Даже тот, каждый человек, который просто делает покупки и платит налоги НДС, которые идут, соответственно, на сохранение украинских интересов. Каждый из нас делает какую-то толику в эту победу, вкладывается. Каждый. Не только, а на территории Украины, поверьте. Так что хорошие новости ждут. Ждут Украину. Я уверена. Смотрите. Туз кубков, рыцарь кубков обязательно в своем кубке принесет хорошие новости. Обязательно. Это будут хорошие новости. Не новости траурные. Это будут хорошие новости для Украины. Что-то новое. Какое-то яркое событие. Положительное событие. Скорее всего, с этими новостями вместе придут все-таки, как бы там ни было, но будут все равно какие-то переговоры или что-то такое, да, когда нужно все равно будет разным сторонам встречаться и обсуждать что-то. То есть все равно дело будет так или иначе, не пройдет мимо каких-то переговоров и карты мира. Остановки. Остановки военных действий так или иначе. Будет ли это изначально сразу капитуляция? Я в этом сомневаюсь, сомневалась всегда. Что здесь, мои хорошие, может быть? Следующий расклад это освобождение всех территорий. Будет ли оно одновременно с подписанием каких-то документов? Я не думаю. Сразу, вероятно, нет. Но, опять говорю, это следующая, это следующий этап войны за Украину. И он завершится для Украины так же, как и война. Победой. Но это целый этап, отдельная история. Победой не просто так, а победой для Украины. С девяткой Пентаклей, с королевой Пентаклей, несомненно, в новых дорогах. Даже не сомневайтесь. Украина вернет все, что ей полагается, а может даже и больше. Потому что по девятке, я вам хочу сказать, может быть даже и больше. Будет ли это сразу, у меня есть большие сомнения. Я не думаю, что это будет сразу. Потому что до этих карт мы имеем семь Пентаклей. Эта борьба продолжается. Борьба за освобождение территории продолжается. Она может не быть такой мечевой, как военные действия. Но эта борьба будет продолжаться, несомненно. Борьба продолжается. Борьба короля Жезлов. Она будет продолжаться. Она будет продолжаться в сотрудничестве разных стран, разных людей. Возможно, там, я не знаю, какие-то там это собрания, политические съезды, работа какая-то. Понимаете? Но это освобождение, оно будет проходить вот так, Жезлово еще. И какой-то совместной работой. Где-то будут включаться и мечи. В каких-то моментах. Возможно, видите, здесь у нас по пятерке. По пятерке мечевые такие события. Знаете, могут быть перепалки. Где-то какие-то обстрелы. Какие-то военные действия. Которые нельзя назвать глобальной войной. А скорее вот такими агрессивными какими-то действиями. Относительно одной стороны к другой. Да, вот что-то такое. Мечевые энергии. Скорее всего, видите, дьявол. Мы имеем дьявола. То есть дьявол, он все-таки не отпускает свою жертву просто так. Жертвы дьявола на цепи. И какое-то время это будет продолжаться с определенными частью определенной территории. Будут люди на цепи. И здесь придется переговариваться, договариваться. Как бы там ни было. Повлюбленным придется договариваться. Достигнуть полностью этого желания можно только путем договариваться. Как бы там ни было. Хотя, конечно, понимаете, будет период, когда оружием до какой-то степени. И сейчас будет очень активное освобождение именно этим оружием, которое пришло. Далее наступит новая фаза. Понимаете? То есть всему свое время и место. Эта фаза уже будет в каких-то переговорах. Как она будет? Она будет туго проходить. Она будет туго проходить. Много будет подводных камней. Видите, очень тяжело. Это сложный путь. Переговорный путь сложный. Несомненно. Будут ли результаты? Да. Будут результаты. Это будет, опять же, непросто. Где-то, возможно, даже будет какое-то возобновление. Знаете, в какой-то момент, может быть, опять что-то вроде такой, знаете, не опять начинается массировано, а вот что-то такое. Ну, смотрите, закончились войны действия. Переговоры тяжелые, сложные. В какой-то момент опять, да, что-то какая-то провокация. Кто-то опять полетел, опять где-то прорвались. Вот такое тоже возможно. Либо здесь могут быть какие-то, может, я вам скажу еще, этот рыцарь мечи. Это могут быть и какие-то информационные такие тоже провокации, прорывы информационные. То, что в интернете тоже как вариант может быть большое вот такое вот давление информационное. Тоже возможно. Надеюсь, это информационным и закончится не будет реально мечевыми действиями. Но я не исключаю. И тем не менее, дальше мы видим в новых дорогах королева Пентакли получит то, что она заслуживает. И даже больше. И получит триумф, освобождение, свободу, победу и все, что она хочет и заслуживает. Так что вот такие дела, мои хорошие. Как бы там ни было, Украина себе все вернет. Но это не будет только военным путем. Не будет. Я считаю так. Я вижу эту... В принципе, окончание войны так или иначе, оно все равно уже недалеко. Ни о каких десяти, трех, там, пяти годах, двух годах речи, я думаю, не идет. Скорее всего, это действительно событие. По звезде это все равно событие, так или иначе, менее одного года, до одного года. В пределах одного года звезда. И закончатся они все равно... Помните, как я вам говорила, с неким разочарованием. То есть не будет какой-то такой полной победы. Ну, не будет. А будет продолжение работы уже жезловой. И от этого никуда не денешься. Ну, так. Мои хорошие, опять же, это то, что показывают карты. Я не знаю, как будет, так будет, не так будет. Но это... Так я могу прочитать эту историю. Так она мне видится, открывается. Плюс-минус она мне так открывается, честно скажу, с первых дней. Да. Такая история. То, что могу сказать. Вот. Так что... Мы с вами очень через многое прошли. Очень многое пережили. Доживем до сбоку и до победы. Наш противник на самом деле такой, с которым бы не взялся, наверное, никто воевать. Вот вам эта великая НАТО, понимаете, наложила полные штаны. И не идет ни на какие провокации. Стойко стоит на своем, усиляется, 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 да. Но стойко стоит на своем и не поддается на провокации. Почему? Потому что не хочет, чтобы их красивые города, замечательные, подвергались каким-то бомбежкам. Понимает, что никакое ПВО на сто процентов не сохранит мирный город. Вот так вот. Украина оказалась в ситуации, когда у нас нет выбора. Когда у нас нет выбора. Так вот, если ни одна другая страна не рискует, не рискует ввязываться в эту войну, и Украина противостоит агрессору самостоятельно. Вы просто даже не представляете, какая сила у нашей страны. Какая здесь внутренняя сила. Ну, то есть, конечно, представляете. Конечно, представляете. Наверное, даже кто-то и не догадывается, может быть. Это огромная сила. Это, знаете, такая пружина. Потому что, когда мы в этом сами, нам кажется, это что-то такого. Ну, нет других вариантов, да. Ну, это как бы все обычно. Поверьте, то, что происходит сейчас в Украине, то, что делает Украина каждый день, то, что делает украинский народ, это чудеса, на самом деле. Это чудеса мужества и героизма. Как бы там ни было. Это очень большое дело. И это для всего мира. Это для всего мира переворот. Понимаете? Переворот видения. Все в мире меняется. Когда мы говорим о каких-то великих империях, послушайте меня, мир знавал разные великие империи. Ну, например, римская. Где она? Где она? Османская тоже. Это какая была мощь? Кто историей интересуется хоть немножко, да? Да даже ладно, история им. Великолепный век. Османская империя. Ее сила была просто огромна. И что от нее осталось? Какое? Австро-Венгерская, Австро-Угорщина. Ведь царевалы во всей Европе. Во всей Европе. Всю Европу держали, да? А где эта Австрия? Найдите ее так быстро. Быстро, не глядя на карте. Вот так прям раз. Покажите мне эту империю. Где эта империя? Где? Советский Союз. Когда-то в детстве, когда я была маленькая, это был Советский Союз. Наверное, мы считали, что это навсегда. Что это навсегда. Нет. А нет ничего вечного. Что от него осталось? Пшик. Чехословакия. Югославия. Маленькие, да? Такие маленькие. Но тем не менее, они рассыпались на еще меньше и живут себе люди счастливо. И на этом не закончилась их жизнь. Не закончилась их жизнь. Не нужно бояться крушения империй. Или считать, что империя это навсегда. Нет. Ничего не приходит в этот мир навсегда. Помните? И это тоже пройдет. Перстень Соломона. Помните? И это тоже пройдет. Все проходит. И война эта пройдет. И она закончится, возможно, даже раньше, чем многие предполагают. В другой момент, что она не закончится единочасно, как-то единоминутно. И все вернется на круги своя, как было до. Как было до войны, уже не будет ни в чем. И Украина не вернется в ту свою. Эпостась, какой она была. Украина начинает сначала. Сначала. Паш, Жезлов, Рыцарь, Кубков. Мы начинаем сначала. Свою дорогу. Дорогу к девятке Пентакли. Просто поверьте, с Украиной все будет хорошо. Дело времени. Украина будет светущая. И богатая страна. Эта земля. Будет свести, как ей и положено. Все будет хорошо. Сколько это занимает времени? Я этого не знаю. Я не знаю. Но так обязательно будет. Так обязательно будет. Такая история моя хорошая. Такая история. Люблю целую. Мне просто вот, знаете, так прям вот надо. Мне надо. Этот расклад был очень нужен мне. В какой-то момент. Я его сделала для себя. У меня так бывает. У меня так бывает. Люблю целую. Обязательно увидимся. Приходите на канал. Пока.